Головное здоровье людей. Сегодня у Аблвыконками прошло посаджение штаба по борозьбе с распоусюдживанием коронавируса и обороне насельництва от инфекции. Марина Северьянова с подробностями. Самосвядомость, клопота в собе, повага до близких. На Гомичине принимаются у всем акшимые меры, как не допустить ламиноподобного всплеску захворования ковидом. С областного бюджета на ГТМЭТ выделено маль 70 миллионов рублей. Гроши для умоцывания материальной и техничной базы медустанов, набития сродков индивидуальной обороны и стимулирования работы медиков. Додатково планують выделить больше 3 миллиона рублей. Утым лику на набитие экспресс-теста и проведение ПЦР-диагностики. Дарочи, 39 лабораторий у Гомельской областной инфекцины и так само у Светлогорской и Мазырской больницах стали працовать круглосуточно. У медустановых регионов функционирует свыше 1700 кропок подачи кислорода. Працует амальпал тысяч аппаратов штучной вентиляции легких, есть 12 компьютерных томографов. На початку наступного года з'явится еще 4. Ими обсталюют областную и третью городскую клиничные больницы, а так само Мазырскую и Калинковицкую. Настадное обмеркование, питание набития аппаратов для Чачерской и Брагинской больниц. Мы многое сделали и делаем для стабилизации эпидемиологической обстановки в области. Хотелось бы, чтобы все наши действия были максимально консолидированы, чтобы не осталось высоких мест. Главное – это здоровье людей. Это непроложный паритет. Люди должны получать квалифицированную и главную сельную помощь, независимо от того, где они проживают, в Гомеле, Мазыре или каких-то удаленных населенных пунктов. Пиль насочет за выполнением мер профилактики в организациях, на предприемствах, в установах, эдукациях, крамах и шмат поверховых жилых домах. За минулый день специалисты Держсаннагляду обследовали амаль 900 организаций. Порушения выявлены на третье. В основном я не точится проведение ранешнего фильтра работников, выкористание охованных масок персоналом, наявности дозаторов с антисептиками. Достаточно ответственно относятся наши организации торговли к тем мероприятиям, которые направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Поэтому максимальное использование информирования населения, в том числе аудиоинформирование. Конечно же, это разграничение, дистанцирование и другие мероприятия. Работники жилищно-коммунального хозяйства проводят работы по обработке подъездов, это входные группы, почтовые ящики, ведется обработка дезактивирующими следствами детских площадок, но также мест общего пользования, таких как остановочные пункты. Как отзначили на посаджении штаба специалисты, важно не запустить хворобу, прислуховаться до самоотшувания, не покидать без уваги тревожные симптомы. По статистике, 80% людей переносит коронавирусную инфекцию в легкой и бессимптомной форме.